Сегодня у нас четвертый день недели Четвертый день недели И мы начинаем урок Торы Записываем его Сейчас, секундочку, вставлю вайгаж Глава вайгаж Глава вайгаж Четвертый день Четвертый день недели Начать запись Так, отлично, знаете как? Конец календарного года И на него надо успеть все сделать Успеть надо все сделать То, что я не успел за год Вайгаж Сегодня у нас короткий как раз отрывочек Но чтобы не пропускать, давайте идем по плану По порядочку идем Четвертый день Итак, значит В предыдущем отрывке вчера мы закончили на том Что когда к Яакову Он поверил, что Йосеф жив У него вернулось радостное состояние Духа А когда у него вернулось Радостное состояние Духа То у него вернулось к нему пророчество А когда вернулось пророчество Так он увидел действительно Йосеф жив То есть это так работало Он расстроился Пророчество ушло И он думал, что Йосеф погиб Обрадовался Поверил, что Йосеф жив Вернулось пророчество Увидел, что Йосеф жив И что он сделал Во Йомер Исраэль Исраэль это его высшее Как бы, да То есть он двигался в своем В своем восприятии мира И себя Как мы вчера, помните Изучали Что человек, он воспринимает себя Кем-то, да Ты спросил у человека Там, например Спроси человека Вот у него что-то хорошо получилось Ты кто? Он такой скажет Да я красавчик Потом он же там, например Сделал какую-то вещь плохую Ты его спросишь Ты кто? Да я вообще никто Ничто, значит И все такое То есть у человека Меняется самовосприятие В зависимости от каких-то факторов И у Яакова Яакова это была его Человеческая самоидентификация А Исраэль это самоидентификация На уровне духовного Высочайшего подъема Когда он был в самом пиковом состоянии Своей близости со Всевышним И сказал Исраэль Да, начинается сегодняшний отрывок Рав от Йосеф бнихай Он говорит Так это отлично Что Йосеф Мой сын Он живой Алха вэрену бетеравамут Пойду я И увижу его Перед тем Как я умру Тоже мы видим здесь Что Яаков В отличие, например От Авраама Который был Сверхпозитивный Яаков Он чуть-чуть был Такой Настроенный Немного пессимистично Да, вот он Пойду Увижу его Перед тем Как умру Войса Исраэль Виколя шерло Ваево Бер-Шева И поехал Исраэль Все, что было у него И пришли они Куда В Бер-Шеву Они не поехали Прямо в Египет А поехали Никуда Вначале Заяхали В Бер-Шеву Зачем Ваизбах Звахим Ле-ле-ей Авив Ицхак И он принес Жертвы Для Бога Своего Отца Ицхака Но почему не написано Для Бога Авраама А написано Для Бога Ицхака Отсюда мы видим Что влияние Все-таки Отца На сына Больше Чем влияние Деда И сын Больше связан с отцом Чем с дедом И больше он должен Когда он говорит Что это Бог Мог бы сказать Бог Авраама Он говорит Нет, Бог Ицхака Бог моего папа И принес он там Жертвы Принес он ему Жертвы Значит И сказал Всесильный Исраэлю Бомарот Алайля Значит Мы видим здесь Что из-за того Что у него много лет 22 года У Якова Не было пророчества То И он был в состоянии Такого Ну Авелут Это Скорби И он за это время Он связан со Всевышним Подрастерял Человек Мы знаем Что Божественное присутствие Есть На человеке Только в радости И получается Что из-за того Что он был 22 года Не в радости Он чуть-чуть забыл Как бы Вот это состояние радости И даже Когда он уже Вошел в радость И Всевышний Начал с ним Разговаривать То это было На очень низком уровне Пророчества Бомаре Алайла То есть Сон Как мы знаем Это самая низшая Часть пророчества И даже сегодня Если человеку снятся сны То сон Это Говорят Что это Одна шестидесятая Часть пророчества И вот значит Бог ему показался В Бомароте Алайла В видениях ночных И Вайомер Яков Яков И сказал ему Яков Яков Тоже мы еще раз видим Что Бог к нему Обратился К его человеческой Такое слово русское Ипостаси К его человеческой Ипостаси К его человеческой Самой идентификации Яков Яков Вайомер И ныне И он ему сказал Вот он я Вот он я А у нас в квартире газ А у вас А у нас водопровод Вот А у вас А у нас сегодня А сейчас же СМИ Интернет Он тебе дает Столько стимулов Для того Чтобы схватить Крючочками Твою мысль Причем Вот Каждый Кто Выходит в интернет Его цель Забрать Твое внимание Вот я например Тоже Я очень хочу Чтобы сейчас Много людей Слушали урок Тора У меня конкретная цель Чтобы Своё внимание Как можно больше людей Посвятили Всевышнему То есть я Для этого провожу Урок Торы Но В то же самое время Сидят в той же самой ленте Люди Которые о целях Продать Убедить Переубедить Там я не знаю Проманипулировать И так далее То есть Борьба не равная Причем Чем больше Человек злодей Тем меньше У него ограничений На использование Любых даже Самых запрещенных средств Поэтому Нам достаточно тяжело И мы нуждаемся В вашей помощи Друзья Ваикра Партнеры Ваикра Спонсоры Ваикра То есть мы очень хотим Чтобы С помощью Нашей платформы Чтобы Взывали Взывали Как бы усиливали Сигнал Всевышнего И вот Яков Говорит Всевышнему И ныне Вот он я Вайомер И сказал Всевышний Анухи Аэль Я Бог Элоэй Авиха Сесильный Отца Твоего Алькира Мердамитсраема Не бойся Спускаться В Египет Отсюда Мы видим Что Что Яков Боялся Он Боялся И он Пришел В Бершефу Специально Чтобы получить Какой-то ответ На этот вопрос Потому что Его папа Ицхак Он не ушел В Египет Его папа Не выходил Никогда Из земли Израиля Авраам Он выходил Заходил Выходил Заходил И Яков Не знал Как он должен Поступить В этой ситуации И он боялся Что он сейчас Пустится в Египет А он же В земле Израиля В святой земле Но Бог ему говорит Не бойся Мердамитсраема Телегой годоль Асемеха шам В народ большой Сделаю тебя Там Значит Народом большим Сделаю тебя Именно там Да То есть Мы видим здесь Что для того Чтобы стать Большим народом Пришлось Народу Израиля Пройти Страдание Рабства А почему Зачем Какая связь Почему Именно Нужно Можно стать Большим народом Только через Страдание Рабства Очень интересно Что Было одно колено Один род Израиля Левиты Они не были в рабстве И когда выходили Из Египта Левитов было Всего 20 тысяч Мужчин А в других коленах Было минимум 40 тысяч То есть Левитов было А левитов было Во всех родах Было всего Там 20 тысяч Взрослых мужчин Представляете То есть Те которые Не было у них Трудностей Они Они значит Не развивались Значит Бог говорит Я тебя там В Египте Сделаю Большим народом И я спущу С тобой Говорит Бог То есть Я буду всегда С тобой Я спущу С тобой В Египет И я тебя Выведу Также оттуда Здесь он ему Пообещал Лично Что Яков Вернется В землю Израиля Будет похоронен В земле Израиля В Иосиф Яшит Яшит Ядо Который Который послал Фараон И взяли Они Стада И имущество Которое они Заработали В земле Кнаанской И пришли Они в Египет Яков И все его потомки Вместе с ним Пришли в Египет Банав Убнебанав И сыновья И сыновья Сыновей И то Бнатав Убнодбанав Дочки его И дочки его Убнодбанав И дочки его сыновей Веколь Зарой Все его потомства Иви И то Минстрайма Он привел с собой В Египет В Египет Вот интересно Да Мы дошли Молимся об окончании Войны в Украине И Молимся прямо Конкретно Изо всех сил Но мы видим уже Вот даже сейчас Насколько Украина Стала сильнее И насколько Она будет Прямо Я очень верю Что Вследствие вот этого Давления И Страшного Прямо конкретного Давления Мы уже сейчас видим Насколько сила выросла Да Сила сопротивления Никто не думал Что Неделю простоит Украина против В России Как считалось Вторая армия В мире До этих событий Но мы видим Сейчас Что Что Уже Год Уже год Значит Украина Становится Все сильнее И сильнее И мы молимся Чтобы война Чтобы война Закончилась Завтра Сегодня И возможно Как Все возможно То есть То что мы видим Из стороны Что все Все возможно То что мы думаем Невозможно Мы всегда оцениваем Свои силы Для Бога Очень Очень Хотят Воевать Особенно Ну Хотят Воевать Не те Которые Воюют А те Кто Вокруг Да Те Которые Вокруг Некоторые Сидя дома Хотят Чтобы Война Продолжалась Я считаю Что это Очень Неправильное Желание Но Опять же Каждый Каждый В своем Мире Живет Все Дорогие Друзья Значит Какой мы Можем Сделать Вывод Что Первое Мы Должны Стараться Быть В радости Когда Человек Входит В радость То Тогда Ему Открывается Абсолютно Новое Видение Ситуации Можно Быть В радости Даже В сложных Ситуациях Даже В сложных Ситуациях Можно Найти Чему Радоваться Чему Благодарить Всевышнего И Именно Этим Стоит Заниматься Все Всем Удачи Успехов До Завтра Завтра У меня Сын Как раз Идет В армию Да Он Завтра Призывается В армию И Возможно Точно Я поеду Утром То есть Вы знаете Я постараюсь Уроки Я буду проводить Они будут Все в записи На В нашем Телеграм Канале Но вдруг Если в 10 Не получится То тогда Просто В течение Урок на Телеграм Канал Урок я постараюсь Провести Но Возможно Возможно Значит Этот урок Этот урок Будет не в 10 Я Завтра утром Точнее узнаю Все Всем удачи Успехов До завтра